К нам в город приходит фестиваль «Пасхальная радость». И нам действительно радостно от этого, потому что пандемия затормозила это движение. И сегодня мы говорим с руководителем фестиваля Вероникой Леонтьевой. Она также сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви. Вероникова у нас в белой студии, в обновленном варианте. Мы очень рады вас видеть, действительно давно не виделись. Как мне кажется, этот фестиваль – это единственная площадка в масштабах страны, где дети с инвалидностью, юношество с инвалидностью могут как-то себя проявить. Это так? Сейчас это уже не совсем так. Когда мы начинали 10 лет назад, действительно, мы были одни из немногих, кто посвящал и объединял организации, которые помогают людям с инвалидностью, будь то общественные организации или государственные организации в деле творческой инклюзии. Сейчас за 10 лет, конечно, ситуация очень сильно изменилась, и таких площадок, слава богу, у нас в России становится все больше и больше, но мы по-прежнему остаемся единственной площадкой, где все-таки делается большой акцент и на духовно-нравственное воспитание. И наши ребята не только приезжают на фестиваль, чтобы танцевать на колясках или петь на жестовом языке, но и знакомятся с духовными святынями православия в разных регионах, в разных городах. И мы, в общем-то, этому делим большое значение. Сегодня, как видно на ваших афишах, из 12 регионов приедут ребята. Перечислите, откуда и кто эти ребята? Вы знаете, уже из 15 регионов, потому что заявки еще поступали, у нас из 15 регионов 32 коллектива. Регионы абсолютно разные. Это и Екатеринбург, и Волгоградская область, Ивановская область, Тверская область, Калужская область, Пенза, ждем из Санкт-Петербурга наших друзей. То есть это те коллективы, с кем мы познакомились за эти 10 лет. В некоторых регионах мы проводили эти фестивали, и, конечно, мы подружились с этими ребятами, с их педагогами. И они все будут рады к нам приехать сюда и, в общем-то, вместе отметить такое событие, как 10-й юбилейный фестиваль. Опять же, показать то, что они сделали за прошедшее время. Тогда, когда вы начинали, страна была абсолютно другой, и градус отношения к людям с инвалидностью был совсем другой, да, Вероника? Что было тогда? Да, конечно. Когда мы начинали, собственно, наша основная... Кто начинал этот фестиваль? Это были добровольцы, которые пришли в детский дом слепоглухих, потом... В наш Сергиево-Посадский. Да, в наш Сергиево-Посадский. Потом мы познакомились с ребятами из детского дома-интерната «Березка», из «Оптимиста» и так далее. И они нас приглашали к себе на выступление, мы увидели, какие они талантливые. И как хорошо, чтобы их творчество увидели не только нас, там, 10 человек, людей, которым есть доступ в эти учреждения, а чтобы как можно больше людей увидело о том, что, в общем-то, эти дети замечательные, и нужно всем знакомиться с их творчеством. И тогда родилась эта идея создать открытый фестиваль для всех, открытый фестиваль с открытыми дверьми, чтобы любой человек мог приехать, посмотреть и порадоваться вместе с нами. А как много вот таких проектов у Русской Православной Церкви именно в отношении детей с инвалидностью? Ну, в отношении детей, такой, наверное, статистики нет, но в отношении людей с инвалидностью, детей, молодых людей с инвалидностью, именно те, которые родились, да, у нас более 400 проектов, и они совершенно все разные. Есть проекты, которые по помощи людям с нарушением слуха, по помощи людям с нарушением зрения, есть по помощи людям с интеллектуальными нарушениями, есть проекты по помощи людям в социальных учреждениях, да, вот в тех самых детских домах и психоневрологических домах, а есть просто помощь в храмах конкретным людям, так называемая постоянная помощь или продуктовая, или какая-либо другая, то есть на самом деле все очень разнится от того, что конкретно нужно людям. А вы сколько лет в этой проблеме, Вероника, вот лично вы? Я лично, можно сказать, с 2007 года. То есть больше 10 лет. Больше 10 лет, да. Что вы видите, меняется что-то в России по отношению к людям с инвалидностью? Меняется, но очень медленно. В следующем году будет 10 лет, как Россия подписала и ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Казалось бы, уже можно подвести некий док, но итог только один, мы не сможем изменить общество без его согласия. То есть на самом деле главная проблема – это в головах у людей. Отношенческая проблема. И это уже сейчас можно это легко в соцсетях и прочитать, и мы все время видим про это, когда люди сталкиваются с людьми с инвалидностью, и они их отторгают. Когда в пандемию в Петербурге вопиющий был случай, как раз представители НКО, они взяли детей из интерната, сняли для них квартиру, чтобы люди смогли просто жить нормальной жизнью, и весь подъезд восстал. Они избили сотрудника, люди из подъезда избили сотрудника с этим молодым человеком, они захотели, и пришлось НКО нанимать охрану. Это Петербург – культурная столица. Тогда о чем мы говорим, что в более маленьких регионах творится до сих пор, когда родители уводят своих детей с площадки, если пришла туда мама с синдромом Дауна, они боятся, что ребенок заразится в 21 веке. То есть вот это, к сожалению, незнание и неумение общаться, и, может быть, нежелание, оно приводит к таким результатам. А только ли это проблема обывателя? Да, вообще, на ваш взгляд, недавно прошел съезд Русской Православной Церкви по социальному служению, и вы там были, вы там тоже имели слово. Вот что, как вам кажется, должна и может сделать власть сегодня? Ну, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме закон о распределенной опеке. Это важнейший закон, который может изменить жизнь многих людей, и не только в системе государственных учреждений, но и жизнь семей, в которых растут дети с инвалидностью. Сейчас единственным опекуном человека, который попадает в учреждение, есть директор учреждения, и родители очень не хотят, чтобы их дети даже попадали в эти учреждения, и я много раз от мам слышала, что мне нужно, страшная слава, что мне нужно пережить своего ребенка, я не могу умереть раньше, чем он, потому что я знаю, что у него нет будущего. Закон о распределенной опеке позволяет иметь несколько опекунов такому человеку, то есть это директор учреждения, но это может быть НКО, это может быть какое-то физическое лицо, которое делит между собой обязанности по отношению к этому человеку. Учреждение может отвечать за его реабилитацию, за его образование, но НКО или какой-то другой человек, опекун, он может отвечать за его досуг, за его какие-то другие возможности, за проживание. И таким образом делится ответственность между людьми, и становится прозрачным вообще понимание маршрута жизни этого человека. Сейчас, к сожалению, есть нарушения, нарушения колоссальные в этой системе, и, конечно, это нужно каким-то образом изменить. И очень активно выступают некоммерческие организации, русско-православная церковь за изменение этой системы, за неукрупнение, а наоборот, за их расформирование и за создание маленьких домов сопровождаемого проживания, где бы люди с тяжелыми нарушениями жили в условиях семьи или в условиях, приближенных вообще к нормальным семейным условиям. А почему вот такой важный закон так долго не может быть принят? Мы знаем, как Госдума очень быстро рождает массу законов. Опять же, на мой взгляд, термозит отношения людей, которые принимают это решение. Они очень далеки, страшно далеки от этих проблем и реальной жизни. Они не представляют себе. Любой человек как бы не представляет себе, что значит, что для человека с инвалидностью какие-то для нас несущественные вещи служат непреодолимыми преградами. То есть ширина двери, когда она чуть меньше, и человек на коляске просто не может проехать, маленький порожек и так далее. То есть кажется, что это ерунда, что здесь такого, когда не ходит транспорт низкопольный, просто человек заперт в своей квартире, он не может выйти из нее и так далее. И только оказавшись на его месте, вдруг открываются глаза, или рождается в такой семье ребенок с инвалидностью вдруг почему-то, или человек вдруг теряет на время возможность передвижения. Они вдруг увидят, что все становится по-другому. Умение встать на место другого человека, я думаю, это очень важно. И поэтому, мне кажется, тормозится, что, как бы мы опять возвращаемся к тому, что, к сожалению, отношения и понимание проблемы, наверное, кому-то кажутся несущественные. На нынешнюю пасхальную радость с какой инвалидностью приехали ребята? Самое разное. Конечно, очень много людей, ребят, сопровождающими с ментальными нарушениями. Это, как правило, самая многочисленная группа. И до этого, до недавнего времени, это люди, которые вообще мало куда выезжали, потому что они всегда самые гонимые и самые, в общем-то, в обществе осуждаемые родители, потому что очень много каких-то стигм, что эти дети рождаются только у определенных родителей. На самом деле это не так. То есть дети такие, да, будут дети с нарушениями слуха из различных регионов, дети с нарушениями зрения тоже будут присутствовать, будут ребята на инвалидных колясках. То есть самые разные ребята. Синдром Дауна, аутизм. Да, да, конечно, эти тоже будут все ребята. Танец будет на колясках? Танец на колясках будет, да. Это будет на галоконцерте, да? Это главное событие на фестивале «Пасхальная радость». Когда он произойдет? От 30 мая в час дня в Дворце культуры имени Гагарина состоится наше главное событие, да, показ всех талантов и всего, чего ребята достигли, умеют, да. То есть все, чем они хотят поделиться со всеми, кто придет на этот концерт, ну, в первую очередь, со своими друзьями и с теми, кто придет на концерт. Конечно, мы были бы очень рады, чтобы их пришло поддержать как можно больше людей, потому что для нас и для них это чрезвычайно важно. Ну и самое главное, я хочу сказать, что люди с инвалидностью, они такие же, как мы, они ничем от нас не отличаются, и поэтому, наверное, нужно открыть свое сердце и увидеть, да, может быть, за какой-то необычной внешностью душу человека. И тогда не нужен будет особое знание, не нужно знать будет жестового языка, или даже если человек плохо говорит, вы его все равно поймете, вы поймете его сердцем. Поэтому главное, чтобы сердце ваше было открыто. Спасибо вам, Вероника, за вашу работу, за этот фестиваль. Я была на нем не единожды и видела знаменитый галоконцерт. Дорогие друзья, у нас в Белой студии была Вероника Леонтьева. Она уже больше 10 лет занимается социальной работой и возглавляет очень важный фестиваль, практически единственную площадку в России, на которой могут проявить себя дети, юношество с инвалидностью. Этот фестиваль всегда ждет зрителей на галоконцерт, который пройдет во Дворце Гагарина 30 мая в час дня. Конечно, вход свободный. Оставайтесь на ТВР24. Всего вам доброго.